Я не буду рассказывать, как надо крутить ручку газа, переключать передачи. Это очень важная информация от человека, который долго ездит на мотоцикле и безаварийно. Вот это был такой знаковый момент, что не надо никого пытаться проучить и злиться. Вот плевать, вот я еду так, как я еду. Потому что вот эти все мысли, они закидываются в голову на наше подсознание и могут заложить неуверенность. А неуверенность это очень такой нехороший фактор для управления мотоциклом, который в итоге может негативно сказаться. Ребята, всем привет! С вами я, Филипп Захаров, канал «Свадьба 4 сезона». И сегодня мы изменим представление о нашем канале. Сегодня будет очень необычное видео и за этим видео откроется цикл видео. Кто нас смотрит давно, наверное, обращали внимание, что у нас много есть локаций с мотоциклами. Вот это неспроста. Это связано с тем, что я уже давно езжу на мотоцикле, уже сейчас 9 сезон у меня подходит. И долго я не решался или не принимал решения, не готов был что-то про это рассказывать. Считал, что недостаточно, может быть, у меня знаний, квалификаций и так далее. Но пришло такое настроение, понимание, что пора этим поделиться. Это будет, скажем так, видео не в нашем формате, не в формате усадьбы. Но я считаю, что это очень важно. Это очень важная информация, информация изнутри, информация от человека, который долго ездит на мотоцикле. Тьфу-тьфу-тьфу. Безаварийно практически. Поэтому мы начинаем цикл видео про мото-жизнь. В этом видео мы поговорим про основы. Не техническое управление мотоциклом. Я не инструктор, не пилот. Я не буду рассказывать, как надо крутить ручку газа, переключать передачи. Дело в том, что в управлении мотоциклом очень много психологии. И вот в сегодняшнем видео мы рассмотрим именно психологию мотоциклиста, психологические аспекты. Это очень важно, потому что очень большое количество аварийных случаев связано именно с психологией мотоциклиста, с какими-то эмоциональными взрывами, с какой-то ситуацией, которая была спровоцирована именно эмоциями. И поэтому сегодня мы снимем видео про основные психологические принципы мотоциклиста, управления мотоциклом и этой мото-жизни, скажем так. Ну что ж, давайте начинать. И первое, что должен понимать мотоциклист, это ни в коем случае нельзя злиться, сердиться на автомобилистов, кого-то пытаться проучить. Сейчас объясню, почему. Все на моем опыте. Первые сезоны я чувствовал, что я пошел на такой серьезный риск, я еду на мотоцикле, и мне казалось, что все пытаются меня вокруг сбить и навредить. И были ситуации, когда я психовал, когда я останавливался, слезал с мотоцикла. Ну, до дороги не доходило, потому что никто не выходил. Но, тем не менее, были такие острые ситуации. И чем все это заканчивалось? После того, как ты психанешь, или где-то обгудишь кого-то, обругаешь, еще что-то, ты очень неадекватно и очень нехорошо управляешь мотоциклом. Это реально влияет на качество твоего управления. Это недолго происходит, где-то минута, может быть, две, у всех по-разному. Но эта минута очень опасна. У меня была такая ситуация, меня женщина подрезала из одного ряда, потом из второго ряда. Я остановился, решил ей, значит, объяснить, что так ездить нельзя. Вот, произошла такая очень позорная ситуация, потому что я встал рядом с ней, у меня был очень тяжелый мотоцикл. И я начал что-то ей рассказывать, и у меня мотоцикл начал падать на нее. И получилось, что он меня зажал, мой мотоцикл, между ее машиной и мной я оказался. То есть, вот я стою вот в таком положении, выправить я не могу, у меня сил не хватает, мотоцикл весил 3075 килограмм. Ситуация позорная, скажем так, да, неприятная, и я стою нервничаю. Вот хорошо, там человек передо мной был в машине, сидел, смотрел в заднее зеркало, видимо в пробке, ничего было делать. Он вышел, помог мне поднять мот. Вот это был такой знаковый момент, что не надо никого учить, не надо никому гудеть, не надо никому, ну гудеть надо, если это аварийная ситуация. Не надо никого пытаться проучить и злиться. И здесь такой очень важный момент, что в психологии мотоциклиста, особенно начинающего, складывается такое впечатление, что вокруг очень много неадекватных водителей, ну, хочется их другим словом назвать, но тем не менее. А на самом деле проблема в том, что, ну, автомобилист, мотоциклист, разные скорости движения, разные скорости принятия решения и разные мышления. И автомобилист, он всегда медленнее. Очень часто из-за этого происходят какие-то, скажем, неприятные ситуации, допустим, там тебя не пропускают, тебя подрезают или еще что-то. Зачастую никто не виноват, просто так складываются обстоятельства, и надо спокойно к этому относиться, потому что надо понимать, что личное спокойствие внутреннее, это твоя безопасность. Вот это очень важный принцип. А вот дальше, почему нам кажется, что вокруг много очень дураков, когда ты едешь на мотоцикле, их становится намного больше. Дело в том, что, когда ты едешь на машине, из точки А в точку Б, ты движешься в каком-то потоке автомобилей, и ты контактируешь с небольшим количеством автомобилистов, то есть, ну, это может быть 10, 15, 20 машин, да, в течение какого-то времени. Но когда ты едешь на мотоцикле, ты едешь быстрее всех, в любом случае, ты обгоняешь, и ты проезжаешь в этот момент, у тебя 300, 500 автомобилей. Естественно, что в такой выборке дебилов будет гораздо больше, и они тебе рано или поздно будут попадаться. И не надо думать, что все вокруг такие дураки, но они просто тебе попадаются. Это неизбежность, это вот как, ну, вот снег идет, но ничего ты с этим не сделаешь. И вот такие вот водители есть. Хотя, конечно, в одно из следующих видео мы снимем такое, скажем, обращение к автомобилистам. Оно будет важным и для мотоциклистов, и для автомобилистов. И я надеюсь, что он поможет нам дальше двигаться по дорогам на двух колесах безопасно. Но это будет в другом видео, оно будет называться «Как дружить на дороге с мотоциклистами». А сегодня мы продолжим про психологию мотоциклиста. Ну и, конечно, если ехать на мотоцикле и думать, что вокруг одни дураки, или они все тебе что-то должны, то ты будешь ехать все время в негативном настроении, в негативном состоянии. И это сказывается на качестве вождения, сказывается на настроении, в конце концов. И на безопасности в конечном итоге тоже. Потому что в какой-то момент начинаешь злиться, пытаться что-то кого-то порезче обогнать. Вот это не нужно. И это идет только из головы. И на самом деле большой процент аварии с мотоциклами, он связан не потому, что мотоцикл – такое суперопасное средство передвижения, а именно потому, что было нарушено в какой-то момент психологическое внутреннее состояние мотоциклиста. И сейчас вот сразу дальше перейдем к следующему моменту, как оно может быть еще нарушено. Это езда с друзьями. Вот это очень важный момент. И он тоже относится к разряду психологии. Дело в том, что мы так устроены, когда особенно мужчина. А если еще с девушкой какой-нибудь едешь, соревнуешься, еще хуже. Смысл в том, что мы друг друга можем заводить. Кто-то едет быстрее, кто-то едет медленнее. Начинается либо соревнование, либо пытаешься удержаться, хочешь что-то доказать. И это приводит к тому, что можно перейти к какой-то грань своих возможностей. Кто-то ездит лучше, кто-то ездит быстрее, кто-то едет спокойнее. И вот тут какой выход? Надо ехать в своем комфортном режиме, скоростном и маневренном. У меня был недавно случай. Мы ехали с моим тренером по хоккею на мотоциклах. И он меня периодически ждал. Но несмотря на то, что он ждал, мне может быть там неудобно или западло, что он быстрее меня едет. Вот плевать. Вот я еду так, как я еду. С его стороны было очень правильно. Когда мы приехали, не было ни одной фразы сказано, что ты медленно ехал. Или там я тебя ждал. Или где-то другим людям. Это очень важный момент. Езда с друзьями. И с одной стороны, тот, кто едет быстрее, не должен давить на того, кто едет медленнее. Или, допустим, хуже, как ему кажется. И тот, кто едет хуже, не должен пытаться там удержаться. У этого момента из нас с друзьями есть плюс большой в мотоцикле. Дело в том, что узнать свои возможности, узнать возможности своего транспортного средства самостоятельно не всегда бывает легко. И у меня были такие случаи, когда как раз мы ездили с ребятами. И я видел, что в этот поворот можно зайти получше, побыстрее и так далее. Да, ты повышаешь свои возможности, но, опять же, не надо переходить границы того, что ты еще не знаешь. Постепенно. Один из важнейших факторов управления мотоциклом – это уверенность. Это колоссально важно. Вот если не уверен, не садись. У нас были друзья, с которым мы вместе учились, допустим, ездить, управлять мотоциклом. И они не ездят, потому что нет уверенности, нет желания. И вот не надо. Вот мотоцикл – такое транспортное средство. Вот кому надо, тому надо. А кому не надо, тому не надо садиться. Это реально как бы все вопрос безопасности. И это очень важно. Поэтому садись на мотоцикл. Не надо думать о каких-то негативных возможных последствиях. Потому что это будет внушать как раз неуверенность, страх какой-то. Легко сказать «не надо бояться». Но по-хорошему не надо бояться. Надо быть уверенным в себе. И когда ты уверен, я вот по себе знаю, когда уверен, ты лучше едешь. Это 100%. Когда ты начинаешь думать, какие-то вот такие мыслишки закрадываются, то, конечно, влияет это на качество вождения. Поэтому очень не рекомендуется, допустим, обсуждать в кругу друзей или с родственниками, что вот кто-то разбился, или что вот была авария, что это опасно. Потому что вот эти все мысли, они закидываются в голову на наше подсознание и могут заложить неуверенность. А неуверенность – это очень такой нехороший фактор для управления мотоциклом, который в итоге может негативно сказаться. Поэтому уверенность – это хорошо. Самоуверенность – это уже не очень хорошо. Надо все-таки понимать, что не надо никому ничего доказывать, не надо участвовать в гонках, не надо перед кем-то выпендриваться. Надо просто спокойно, красиво, качественно передвигаться из точки А в точку Б. Ребята, еще такой важный момент психологический тоже. Когда мы едем на мотоцикле, вот я, допустим, так всегда делаю, я всегда благодарю автомобилистов, которые мне помогают проехать или пропускают, или двигаются. Это важно. Если проезжать как будто тебе должны, то сформируется система, что все-таки будут меньше пропускать. И поэтому я всегда или рукой, или головой тому человеку, который мне помог, я всегда благодарен. Я еду потом в хорошем настроении, я не злюсь, не сержусь ни на кого. Наоборот, я вижу, что вокруг много очень хороших водителей, реально очень много хороших водителей. Ну да, там у тебя 20 водителей хороших, один плохой, и тебе кажется, что их много плохих. Это не так. Поэтому благодарность, вежливость и взаимоуважение. И тогда мы на дорогах не будем видеть вот этих дорожных конфликтов между автомобилем и мотоциклом. Филипп, у меня вопрос есть. Если я правильно понял, то ты пропагандируешь такую историю, что если ты поругался с женой, с девушкой, с кем-то еще, на байк лучше не садиться? Вот это сложный вопрос, знаешь. Нет, я думаю, что когда ты садишься на байк, все это уходит на какой-то дальний план. Я пропагандирую именно то, что на самом байке не надо ругаться с автомобилистами. Потому что вот именно вот этот вот дорожный конфликт мешает езде. Это 100%. Поэтому никогда никому ничего не доказывайте. Не считайте, что кто-то кому-то что-то должен. Вот автомобилист не должен нас пропускать. Он не должен. Когда ты думаешь, что он тебе должен, начинаешь на него злиться. Когда ты не думаешь, что кто-то кому-то что-то должен, ты подъезжаешь, он тебя пропускает, ты ему благодарен. И вот тогда складывается приятная, хорошая система движения, как в Европе, например. Ну, в Европе нет уже такого, как у нас. У них, во-первых, и отношение к мотоциклистам другое, и психологическое, и на дороге как-то все это проще. У нас как будто это война какая-то все время идет. Давайте от этого уходить, давайте двигаться все-таки в современный, в цивилизованный мир и ездить на мотоциклах. Ну, а с вами сегодня был я, Филипп Захаров, канал «Осадьба 4 сезона». Сегодня было вводное видео про мотоциклы. Это, скажем так, основа. И на этой основе мы уже построим несколько последующих видео, в которых я постараюсь максимально рассказать то, что я знаю, то, что я считаю нужным, и то, что будет влиять в итоге на безопасное вождение мотоциклистов. Подписывайся на наш канал, приезжайте к нам на усадьбу на несколько дней, на выходные отдохнуть. У нас несколько отличных локаций с ретро-мотоциклами. Буду рад всех видеть. Переходите по ссылке в описании, бронируйте номера, приезжайте в гости, мы будем вам рады. До встречи в следующих видео, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok